Дорогие друзья, сегодня мы поговорим с вами о купальнице европейской. Купальница – представитель лютиковых, многолетнее травянистое растение. Она любит влажную почву, отсюда и название – купальница. Цветение приходится на конец мая, начало июня. Ранний медонос, дающий много нектара. Купальница находится в Красной книге Республики Беларусь, Липецкой и Тамбовской областях России, а в Польше охраняется законом. Заготавливают листья, стебли и цветы в период цветения растения. Корни без опыта в использовании травы заготавливать не стоит, поскольку они содержат ядовитые вещества. В составе купальницы есть токсические и полезные вещества – флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, сапонины, витамин С, кумарины, жирные масла, липаза, холин и другие. Купальница европейская в народной медицине используется в виде отваров и лечебных настоев. Но в этом видео мы будем с вами готовить лечебную мазь. Купальница обладает антисептическими свойствами и способствует рассасыванию гненников. Мазь на основе растения можно использовать в качестве лечения наружного геморроя. Также эта мазь поможет при нарывах и фурункулах, а также наносится под повязку при раке кожи. Итак, купальницу, собранную во время декоративности растения и высушенную в темном, хорошо проветриваемом помещении, мы измельчаем ножницами. Нарезанное таким образом сырье помещаем в кофемолку для дальнейшего размельчения. Измельченную траву насыпаем в сито и просеиваем. Кладем просеянную траву в подходящую банку. Для приготовления мази можно взять любую жировую основу. В данном случае я беру медвежий жир. Жир можно слегка размягчить и смешать его с нашей измельченной травой. Соотношение жира и травы у нас один к одному. Получившуюся мазь ставим в теплое темное место на неделю или полторы, периодически взбалтывая. Баночку можно для настаивания поставить на солнышко, но для этого нужно накрыть ее полотенцем. По истечении срока мазь процеживаем. Мазь нужно хранить в холодильнике и использовать по назначению. Ее можно использовать для облегчения симптомов артрита или артроза, для натирания суставов, поясницы, больных позвонков, а также для растираний во время болезней бронхов и легких. Крепкого вам здоровья, дорогие друзья!